Тоже паром, наверное. Да, все паромы. Когда будем обратно уезжать, если будет хорошая погода... К нему подъезжаем, да? Нет, мы здесь остановимся. Мы из Риги, а там из Тагуна. А в принципе, мы все идем в метро вон туда. Здесь через мостик переходим и проходим тут, наверное, один квартал. Да, вы немножко заворачиваете сюда. Вот. Вон там, наверное, да? Да, совершенно верно. Пристань. Да, вон этот переход. Нет. Вот эту хламиду надо убрать. Миша, Силья Лайн сфотографирована. Да, он красиво смотрится. Ну, правда, мы и пешком там пойдем. Но там надо специально подходить. А тут можно поймать кадр сразу. Лучше лови, Миша, этот кадр он хороший такой. Ну, как на картинках. Симпатичный, да. Беленький такой нарядный. Маленький праздник. Силья Лайн. У нас тоже Силья Лайн. Это пароходная компания. У нас Силья фестиваль. Нет, фестиваль называется само судно. Сам паром называется фестиваль. А, пароходная компания Силья Лайн. Туристическая. Силья Лайн. Вот, уже здесь солнышко пригревает, да? Да. Вот такой, когда выйдем по городу, вообще будет милое дело. Силья Лайн. Нет. Солнечко уже тепло. Силья Лайн. А, я могу сразу обратить внимание. И пойдете по Стокгольму. Пожалуйста, отметьте у себя сразу. Почему у них на балконах... Цветает. Нет? Ничего нету. Да, охотка. Они маленькие балкончики и на них ничего не торчит. Ну, а почему должно торчать? Вот у нас, пойдите на балконах. Ну... И застеклены по-разному. Ну... И расцветка разная. Каждый хозяин себе там что-то огородит. А это уже об уровне культуры говорили. Это говорит, мне кажется, о запретах. Выше балкончика ничего нельзя обещать. Да, и о запретах, и о внутренней культуре человека. И тогда, получается, они однообразные. Ну, да. Но! Наша Рига. Какие-нибудь более интересные. У нас на балконы пялится, там что стоит. Может, коза там, может, свинья. Может, там баран через. У нас еще и корова. Да, 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 да. Кабанчик. Блеет. Ну, то, что маленький огородик некоторый на балконе уже устроили, это точно. Точно, да? Я не видел. Городские стоят в растении. Медоры, мульти выращивают. Да? Лучок же вяжет. Так что скоро наша нога ступит на эту землю. Да, на благосоверенную. То есть, я считаю, что мы наступим на шведскую землю, когда мы выйдем с трапа, там будет трап на выходе. Ага, да, да, да. И тогда... Первый шаг на землю. Да, первые шаги. Первые шаги. Ну, как же, это самые главные шаги. Конечно. Вот. Как ребенок делает первые шаги, так мы делаем первые шаги по шведции. Да. Ну что, надо в уборную сходить на дорожку? Не, ну конечно, конечно. Сейчас мы приезжали, можно вниз опуститься, взять аккуратненько все. Там же надо торопиться не надо. Здесь минут десять. Народного много. Минут десять будет выходить. Да, будут выходить. Если есть такое дело. Нет, можно было быть первым ходить, как там эти подростки. Сидят уже полтора часа, там что-то ждут. А чего торопиться тут? Старее выскочить. Плюс-минус две минуты? Да, да. О, господи. На пять минут позже мы видим. Ой, господи, да. Что от этого изменится? Еще через десять минут мы выходим, а там еще и народ выходит. Какая палуба высадка? На четвертой, да? Я не помню. Это Безадница. Ну, у каждой пристани есть название. Ну, вот здесь. Нет, Безадница. Это Фри как-то он называет. Да, да. Какой-то Фри с хамомом другой. Да. А все-таки это, наверное, Элевадор, да? Ой, я не знаю. Ну, по форме он напоминает. А где-то не нравится. А как же, там же какие-то помещения. А, окна есть, да. Я вижу окна. Там окон-то мало. Это, скорее всего, этажные окна. Ну, очень странное какое-то, да. Старное здание. Такое бетонное. А, вот здесь иногда машинки останавливают, они и проверяют. Таможенники, да. Когда выезжают с парома. У нас таможенники не будут проверять? У нас машин-то нету. А, нет. А вообще, наш багаж не будет проверять? Один раз собачка стояла. И все. Да? Обнюхировали? Да. Это чисто акция. Ну, мы показываем работу. А фактически, вот вы обратите внимание, будете проходить через таможню, там даже людей не будет. Там единственно будет висеть табличка, что если вы проводите там какие-то грузы, вы должны задекларироваться. Или большую сумму денег. Но это все касается для иностранцев и не из Шенгенской зоны. Понятно. А в Шенгенской зоне, как бы сказать, человек сколько может принести на себе? Ну, конечно. Ну, 20 кг золота. Ну, 40, хорошо. Ну и все. По большому счету. Или 10 тысяч каких-то евро или долларов. Ну, да. Ах, кому это надо на самом деле? Вот если на автомобиле что-то везет человек, вот там уже могут что-то серьезное везти. Там они могут посмотреть. Да, котики могут привезти. Да, да, да. Там это уже им интересно. А тут один человек, ну подумаешь, там 20 литров водки привез. Ах, и он да, все это. Когда-то не боролись? Там было ограничение. Давно было. Еще мы не в Шенгенской зоне. Верик, а как мы будем связываться по телефону? Нет. Зачем? Зачем будем связываться? Ну, с тобой будет. В 4 часа по шведскому времени мы выйдем на парон. Сюда пришли и все. А что? Там времени совсем мало будет, на самом деле. Мы пока туда сейчас доедем. Я думаю, что мы не заблудимся без этого. Легко. Легко. Во-первых, вы будете ходить в группу? Ну да. Второй билет вы обратно купите. В смысле кататься. Вам не надо будет пешком бить через город за 45 минут. Потом заблудиться здесь невозможно. Здесь есть карта на каждой остановке. Ну вот сейчас пойдем, я покажу. И там видно, куда идти. Где вы находитесь, где платят. По старому городу вместе погуляем. Мы сейчас к городу подойдем. Мы по старому городу погуляем, да? Или как? Да. Да, да. Там он рядом. На одном острове. Мы сейчас садимся на метро, едем до старого городу. Королевского замка. Отмечаемся с шведской короны, с королем. Да, да, да. Смотрим Ахану. Сфотографируемся с королевским гвардейцем, да? Да, да. На его фоне, скажем так. На его фоне. В Лондоне. Да. Там же около Бухгендемского дворца стоит охрана, да? Да, да. Ну, эти гвардейские стоят. Королевские гвардейцы. Так. Ну, вот они так стоят на ручке, даже не моргнув зла.